В данном конкретном случае здесь родное всё. Пины родные, оправа родная, клинок родной, ничего не разбиралось, ничего не делалось. Вот вам пример того, как может сохраниться антигварная Франция. Здесь по самым скромным подсчётам 180 плюс ей. Ничего не делал умышленно. Единственное, оклеил в слой изоленты, бритву затащил. Вот таким вот образом она дожила до наших дней. Патинка, всё родное, это у нас родьер. Это у нас клин. В самом широком месте, вот в этой части, 6 восьмых. И далее по снисходящей там, ну естественно, в 5 восьмых переходит. Не очень тяжёлая вещица, достаточно среднеразмерной, будем так его называть. По ширине R, по толщине, простите. Сверху и снизу насечки. Вот такая оправа с вот такими пинами. Шайбы на пинах, я так подозреваю. А-ля бочий глаз. Судя по размеру, здесь как минимум, наверное, миллиметров 5, я бы, наверное, больше дал миллиметров 6. Костяной клинышек, опять же таки. Вот такая вот штука. Вот это всё родное. Патина родная, всё родное. Вот такую вот фасочку я рабочую пристроил. По старинам, как всегда, вопросов не возникает. Естественно, были там в районе, ну на рабочие фаски точно был выход. Пару мест было с выходом на режущую кромку, поэтому, имейте в виду, коррозионных очагов. Поэтому аккуратненько я... Сейчас проверим, что мне это самое. Хотя ничего мы здесь не услышим, безусловно. Ну вот так, ради смеха, пока включим режим тишины. Тоже ещё попасть надо самому. И от корня точно так же. Я в волосы не вижу вообще. Куда смотреть? Не знаю, откровенно. Я ещё вот так. Будет видно и мне, и вон. Так, обе стороны абсолютно нормально справляется. Вот такая пятка. Очень такой, как бы, момент тревожный. В том плане, что, ну вот прям до самого конца, вот как мы любим, максималистически. Конечно, я тут не доводил, потому что в противном случае она бы расширилась. Она чуточку, чуточку дальше, ну миллиметра, наверное. На два она там стартует. Во всём остальном, вот можем обратить внимание. Да, так касательно очагов. Пару было выходов на режущую кромку. Естественно, всё это дело в процессе заточки убралось. Кстати сказать, несмотря на то, что оправа не самая ровная, но закрывается абсолютно нормально. Нигде ничего не цепляет. По бритве, в общем-то, всё. Цена вопроса 2,5 тысячи гривен. Ну, тут прямо, прямо, прямо всё аутентично. И ещё один момент хотел бы я затронуть относительно работоспособности камней. Вот славно известная на Нива 8000. Вот так я даже номенклатурно её покажу. Вот была у меня с ней проблема. Она как бы пила воду, как не в себе. Естественно, мысль моя научная на месте не стоит. Голова работает днём и ночью. И, естественно, постоянно я думаю над теми вопросами, которые пока остаются для меня без ответов. Вернее, остаются без ответов до момента, пока я на них решение не нахожу. Я ношу решение по этому камню. Теперь он, в общем-то, абсолютно работоспособный. Решение, естественно, примитивное. Изначально была мысль у меня покрыть, залакировать все торцы и обратную сторону для того, чтобы, как бы, ну, у меня была такая мысль о том, что структура имеет микротрещины, незаметные невооружённому глазу. И вода просто банально просачивается. Проклеил я заднюю часть и все торцы. Залакировал, будем так говорить. Ни к чему это не привело к нормальному результату. Вот. И продолжал я дальше исследование с целью решения этого вопроса. И вчера это решение было найдено. Так вот, дорогие друзья, если у вас стоит вопрос о том, что у вас камень, который изначально позиционируется как splash and go, то есть не требующий замачивания, смело замачивайте. Вот этот камень я замочил на ночь, бросил его в контейнер с водой. И всю воду, которую он должен был набрать, он набрал. И всё. И вот, смотрите, вот мы стоим с вами, общаемся. Вода с него никуда не девается. И работает, естественно, работает нормально. Вопросов не возникает. Ну и в завершении немного заточной эстетики. Я, конечно, всегда, ну, камни сразу после их участия в заточном процессе, я их споласкиваю. Они чистые стоят, потому что вроде как не очень привык я срач разводить. Но тут вот я решил это всё дело зафиксировать, как оно есть, дабы вот в этих каких-то разводах можно было увидеть картины доселе, не созданные никем. Ну и вот, в общем-то, японский вариант. Вот разница в свете суспензии. Прошу обратить внимание. Тонн-полутонн, да повеснее ещё. Да, ну. Смотрите, смотрите. Жаль, конечно, что сейчас надо опять их споласкивать, потому что там дотачиваю эти бритвы китайские. Там пару бритв осталось, надо привести их в рабочее состояние, дабы потом уже к этому не возвращаться. Эстетика вопросов всегда имеет место быть. И, кстати, ещё один момент. Наверное, всё-таки он фундаментальный. Сегодня в очередной раз я убедился, что камень должен работать на суспензии на своей. И суспензию эту нужно выбивать алмазной пластиной. Это нас обезопасит от попадания крупных частиц, от, скажем так, неравномерности. И, в общем-то, мы будем чётко понимать, что результат, который мы получим от камня, это исключительно его возможности и способности. Берс, домисей, примесей, домишек. Вот этого камня для наведения сосвензии. Вот на этом камне я работал. На нём наводил суспензию жёлто-зелёным тюрингийцем. Этот камень работает лучше всех вообще. Лучше всех. Лучше жёлтых, лучше зелёных, лучше жёлто-зелёных. Каких угодно. Вот это вот пыльно-розовый. Вообще души в нём не чаю. Очень хороший и сверходнородный камень. Япончик хороший. Всё отлично. Наконец-то на данном этапе. Опять же таки. Всё вроде устаканилось. По крайней мере на ближайшие два дня. Ха-ха-ха. Поэтому у меня на этом пока всё. Спасибо за внимание. До скорых встреч в эфире. Пока.